Господин Меньшов, вы берёте решающий раунд или нет? Вы берёте! Итак, ведущий просит решающий раунд. Кто же остаётся за столом, господин Меньшов? Это сложное решение. Разрываюсь между Валдисом и Николаем Николаевичем и делаю просто вот, у меня нет монетки, бросаю вот этот блокнот. Чёрная сторона, вы останетесь. Чёрная плохо, чёрная плохо. Нет, делаем... Господин Меньшов, решайте! Не надо волю случая, решайте. Всё-таки вы режиссёр, нужно решать. Это вот и решение. Я решу это. Кто? Вот она. Значит... А вы фильмы тоже так снимаете? Да, снимаю, нередко. Да? Орёл ты. Неуспешно. Орёл. Кто? Играет Валдис. Валдис Пельш остаётся за столом, все остальные покидают стол. Внимание, решающий раунд зачёркивает результат всей игры. Счёт становится 0-0. За столом остаётся один игрок, Валдис Пельш, и мы начинаем решающий раунд. Итак, если Валдис Пельш выиграет в этом раунде, то команда ведущих выиграет игру с отсчётом 6-0 и выиграет весеннюю серию и будет играть в летней. Если вы сейчас не ответите, то с отсчётом 6-0 победит сборная телезрителей и знатоков, а в финале победят весенние серии, да, команда Борщевского. Вы видите, как напряжены их лица. Госпожа Рубальская, неужели вам не надоело ещё играть? Мы так увлеклись, мы уже не можем. Да оставайтесь, мы не выгоняем. Валдис Пельш, против вас играет слесарь, нумизмат и археолог-любитель Вадим Комков, кутер Среднецарицынский, Волгоградская область. Можно я скажу одну вещь? Да, конечно. Мы забываем о том, что каналу 10 лет. Мы не забываем. Давайте всё-таки сегодняшнюю игру, как бы она ни разрешилась, считать победой канала, победой всех тех, кто делает что, где, когда, а это и знатоки, и телезрители, и иногда ведущие. Всех с праздником! Благодарю вас! Господин Комков. Да, господин ведущий. Вы могли предположить, вот когда отпрашивались у председателя колхоза на эту игру, что от вас будет зависеть вообще, кто будет Борщевский, Рубальская, Журбин, Басков играть с Устиновой, или ведущие Первого канала будут играть в летней серии? Вы могли такое предположить? Да нет, конечно. А как он вас напутствовал? Сказал, не уронить честь колхоза. Ну что ж, я надеюсь, что у вас это получится. Да, и это нас тоже касается. Вадим, я раскрою маленький секрет. Вы ведь пришли к нам не с пустыми руками. Конечно. Можно? Конечно. Не можно. Вот. Внимание, вопрос. Давайте мы посмотрим сначала внимательно на предмет, чтобы телезрители посмотрели. Так, а теперь передадим господину Пельшу этот предмет, потому что рассматривать-то нужно ему. Господин Пельш, что это? А, это жидкость белого... Вадим, этим пользуется. 26, 10, 0, 4, 1. Какая-то дата. Не обращайте внимания на это. Есть бутылка с жидкостью и какие-то полосочки. Два, да, обыкновенная. Сейчас, секунду. Тихо, 20 раз. Тихо. 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 Итак, давайте мы еще раз посмотрим, что же это у вас в руках. Первое, что, естественно, родилось в голове, это... Вы ничего не будете делать с этим, да? Не-не-не, самогон аварийнее, значит, здесь не дошло, здесь дошло, здесь самое то. Но учитывая, что таким образом, возможно, будет уронена часть колхоза, хотя хороший самогон в колхозе — это всегда хорошо, мне кажется, что, возможно, при процессе взбивания, сепарации, когда, условно говоря, идет производство сметаны, скажем так, сметана же должна быть гуще, то есть определенной густоты, определенной консистенции. Вот эта бутылочка туда опускается, в некий чан, ну, все-таки я думаю, что сметана, потому что молоко сливки вряд ли выдержат. И вот если она остается на красной риске, это значит, густота достаточная. Вот. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Пельдж, возьмите, пожалуйста, бутылку, у нас предметы дают для того, чтобы с ними что-то делать. Положите ее на стол. Предметы даются для того, чтобы с ними что-то делать. Теперь передайте ее автору. Передайте ее автору. Покажите, Вадим, если положить такую бутылку, например, на игровой стол, черточками вверх, самое главное, Валдис, как вы только положили, вы тут же сообразили абсолютно точно. Причем перед вашим ответом я спросил, у вас вы ничего с ней не будете делать? Думаю, что, может быть, вы сообразите ее положить. Я понимаю, что очень сложно одному ответить на такой вопрос, но это уже случай. Как говорила Юлия Меньшова, кто не рискует? Вы рискнули. Итак, вы положили бутылку черточками вверх, и видно горизонтально поверхность или нет. А со слитаны точно не получится. Абсолютно ровный стол стоит. Это самодельный уровень. Счет становится 6-0 в пользу сборных знатоков и телезрителей. Счет 6-0 в пользу сборной команды знатоков и телезрителей. Команда ведущих, к сожалению, проигрывает на решающем раунде и прекращает свое участие в юбилейных играх 2005 года. Но, тем не менее, я хочу поздравить эту команду с замечательной игрой.